Депутаты Нижневартовской думы отказали инициативной группе в проведении референдума по вопросу передачи в частные руки ресурсоснабжающих предприятий города. Вопрос вызвал широкий общественный резонанс, поэтому его специально вынесли на отдельное заседание. В нем приняли участие не только народные избранники, но и представители администрации, политических партий и общественники. Ольга Даукшис продолжит тему. На внеочередном заседании думы депутатам предстояло голосовать только по одной теме в повестке. Соответствует ли вопрос, который предлагают вынести на городской референдум нормам федерального законодательства. Инициативная группа граждан хотела спросить у жителей, согласны ли они передать в концессию муниципальные предприятия теплоснабжения и горводоканал. Как пояснил начальник юридического управления администрации города, формулировка противоречит сразу трем статьям 12 федерального закона. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась неопределенность правых последствий, принятая на референдуме решения. Это пункт 7 статьи 12. Высказаться по вопросу, имеющему важное социальное значение, могли все присутствующие, в том числе представители инициативной группы, политических партий, депутаты. Как отмечают народные избранники, возможно референдум весьма затрадное мероприятие. Организуется на деньги бюджета города. Эти средства эффективнее направить на социальные нужды людей. Мы по-прежнему, находясь в Думе, тщательно рассматриваем вопросы бюджета и пытаемся совместно с администрацией города, с главой города, корректировать его так, чтобы все сработало в пользу граждан и жителей города. Парламентарии считают, что иного варианта, кроме как концессионного соглашения, то есть передачи в аренду имущественного комплекса ресурсоснабжающих организаций, не существует. Износ сетей может привести к критичным ситуациям, отключениям тепла или горячей воды в зимний период. Чтобы этого избежать, необходима срочная модернизация. На сегодняшний день никаких других альтернативных предложений, кроме привлечения частной компании для решения проблем городского теплоснабжения нет. На заседании Думы большинством голосов депутаты приняли решение признать несоответствующими требованиям федерального законодательства вопросы, предлагаемые на местный референдум. Ольга Дакшес, Нарфан Абеев, Вести, Югория, Нижневартовск.